Здравствуйте господин Бабаян Здравствуйте Мы сегодня встретились с вами в солнечной Болгарии Ну наверное так же в Армении Так же солнечное тепло Сейчас наверное Вы находитесь на Я так понял совместном тренировочном сборе Перед чемпионатом Европы до 23 лет Который пройдет через несколько дней Так же в Болгарии Скажите пожалуйста Сколько человек Сколько участников Сколько участников Вы привезли на эти соревнования На чемпионате Мы будем Представлять команду С тремлятами Один будет бороться В 60 И два В 20 В 21 Какие у вас Так сказать планы На этих ребят Это первые номера команды Или вы привезли Так сказать Но не полный состав Участников И какие есть Ну цели для этих ребят То есть Как они готовы Ребяты первые номера команды А отсутствует только один спортсмен Которые в прошлом горизонне Второе место На сервисе На сервисе Екатерина 23 лет Веса 66 килограмм А эти ребята Которые приехали сюда Это первые номера Ну дай бог Планируем Завоевать медали Какие цвета будут Это не имеет значения Дай бог Завоевать медали Для этих участников Это первые участия В чемпионате Европы Или они уже Не первый старт В таком турнире Я Григора Иваньяна Который будет Ворваться Веса 60 килограмм Это уже Третий Первый Европы На 23 лет Он Участвовал В Тюмени В Праге В Тюмени Неудачно участвовать В Праге Занят 5 место В Праге Залбитерпина Русскому спасмену Араму Кекуряну А за третий Украинскому спасмену Его Хачатвят Оба армии Занят 5 место Дай бог В этом году Ему завоевать медаль Андраник Чапарьян Который Виступает Восе Весе Восемьем Восемьем Апнавов Килограмм Он Участвовал В Тюмени Но Весем Нижеда 73 килограмм А Второго Участника Весе Восемьем Свет Апнавов Мед Карабетзян Он Чемпион Армении Он Первый Раз Горит Сан В этом Сан Восемьем Но В этом году Борусы На чемпионате Европы Удобили Вот я не вижу Среди Участников Этого Чемпионата Европы Девушек С чем Связано Что они Приехали В Армении Не очень Популярно Дзюдо Среди Девушек Или Просто Вы Решили Не вести Их Так что Не популярно Просто У нас Очень Девушки Занимаются Дзюдо 10-15 Человек Терюж В Америке Занимаются И уровень У них Не такой Высок Да Наверное Есть Двое Хороших Спасменов Но Они По-моему Женщик Поэтому Чемпионаты В связи С Изменениями Правил Дзюдо Есть ли Какие-то Проблемы В тренировочном Процессе В Армении Потому что Ну как бы Не секрет Что Изменения Правил Ну многие Так говорят Что они В основном Направлены На борьбу Именно С Как бы Постсоветским Странами Да регионами Где очень Сильно Была захват За ноги Как сейчас Обстоят дела У спортсменов Могли ли они Перестроиться Для нас Это тоже Необычно Эти перемени Для нас тоже Было сложно Особенно Для наших Петущих Спасменов Которые выступают С повзрослым Армена Назадя Наем Они Садатся Они Борулись Как Сказали Борьба За ноги У них За ноги Коронные Преемы Для них Трудно А для Нового поколения Которые Выступают По молодежи Не трудно Да Они уже Адаптировали Все нормально Как На сегодняшний день Насколько Джудо Развита В Армении Есть ли Какой-то Всплеск По количеству Занимающихся Как Система В Армении Есть ли Клубные Чемпионаты Открываются Новые Клубы Так Говоря Люди В Армении В распространенных Битт спорта Много Занимаются За 3000 Человек Это Для Такой Молодой Страны Как Армения В общем-то Немало Так Можно Сказать Так Клубы Нет Есть Один Клуб Но Клубные Чемпионаты Вообще Не проводим Мы проводим Такие Соревнования В основном Проводим Клубные И В основном Наши Возраст Подростки Юниоры Юноши А Подросток И Не проводим Потому Что Есть Некоторые Трудно Существуют Возраст Возраст Поэтому Очень Мало Осталось У нас Взрослых Кто Занимается Дзидов Поэтому По взрослым Только Чемпионат Возвращение А так Восторг И до 23 Дет Пробед Международные Смирные Приезжают Из России Приезжают В этом году Встречи Приехали Из Ирана Приезжают Грузии Приезжают Скажите По вашему мнению На сегодняшний день Ну Относительно Этого Чемпионата Европы Какие страны Вы могли бы Выделить Как Лидирующие В развитии Европейского Дзюдо В этом возрасте Я Думаю Что Лидирующая Страна Это Россия В этом возрасте В основном Сейчас Сейчас Сюда Дашь Как Паков У меня Что Трудно Определить Лидирующим Страна Это Не Тот Вид Спорта Который Каждый Вес Восторг Меняют На лидеры Я имею Соревнования Не то что В рейтинге В каждом Соревновании Лидеры Меняются Так что Европе Есть ведущие Страны Как Франция Как Оландия Германия Вот Эти Страны Еще Там Испания А В этом возрасте Россия Лидирующая Рассейна Скажите Вот Последнее Время У Сборной Армении Нет Ну Как бы На взрослом Уровне Нет таких Больших Результатов На чемпионатах Мира Олимпийских Играх Некоторые Страны Постсоветского Пространства Такие как Россия Азербайджан Грузия Берут В качестве Тренеров Сборных Команд Иностранных Специалистов Как Вы смотрите Вот Почему Ситуация С Зюдо В Армении На высоком Уровне Но нет Таких Больших Результатов Может Может Это Связано Быть С тем Что Может Взять Специалистов Из Других Стран Как Это Делают Некоторые Другие Страны Или Все Так Это Не Самое Главное Уже Попробовали Взять У нас Два Года Работал Румынский Специалист Адриан Крайдур Вот Так Казать Что Табилист Так И Больших Специалистов Такого Не А К примеру Вы сказали Да В этом Олимпийском Цикле До Лондона У них Работал Австрийский Австрийский Спорт Специалист Тренер Тринер Моё Лучное Мнение Это Им Ничего Не Дало Но Все Таки Олимпийское Золото Они Олимпийское Золото Это Шабда Туашвили Молодежь Молодежным Спорт Молодежным Спорт То есть Это Не Столько Показатель Работы Тренера Сколько Скорее Это Просто Заложены Более Все Они Дух Спорт 181 Кило Греб Спорт В 90 Либо И Тяжел Либо Щ該 С Хорош Спорт Но Они Проект Начина Вы Греб С На 18 А этот спортсмен, он выиграл в 2011 году первостой Европы по молодежи, а на первостой мира 100 лет по молодежи. И через какое-то 6 месяцев он выступал на Олимпиаде. Можно сказать, что за это 6 месяцев готовил спортсменов. Он уже 4 года работал с этими, основными ребятами. Ну то есть в принципе вы считаете, что успех спортсмена... Ну а вот как на ваш взгляд успех российской команды? Три золотые медали. Вы вообще были удивлены такому успеху российской сборной? Или вы так предполагали, что может быть такие успехи? Тем более один из олимпийских чемпионов из российской сборной, так сказать, в 60 килограмм. Так что были удивлены, потому что Тасян не были чемпионы Европы и мира во время гиталя Олимпиаде. Олимпиаде, так что это не было удивительно. А так, честно говоря, отлично выслушали российские споршения. Но не просто... И... Может... 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 Мог бы завоевать медаль и... Спортсмен весит 90 килограмм. Угу. Денис, да. Денис, да. Он мог завоевать медаль. Очень хорошо. Уиграть... Он... До этого несколько раз проиграл в греческом спортсмене. Да. А на Олимпиаде выиграл. Одно третье место проиграл. Он мог выиграть за это место. Это... А вы сейчас тренером сборной Армении на Олимпийский цикл назначены, да? Вы будете вести до Олимпиады в Бразилии сборной Армении? Знаете, у нас... Так сказать, что до Бразилии... Не знаю, дай Бог, так все будет, что буду вести до Бразилии, но... Я говорю, у нас есть... Некоторые проблемы с финансированием. Но это проблема не только, мне кажется, Армении, а вообще всех... Ну, небольших стран, да? Потому что сейчас... Для того, чтобы получить рейтинг, надо много соревнований ездить. Да. Да. Завоевать рейтинг дзюдо, это очень трудно, чем в остальных рейтингах. Очень трудно по финансовски, скорее. У них, что по финансовски, очень трудно. Угу. Если сравнивать с другими видами Барби, да? Если у них есть правильный рейтинг, да? Да. Пятерка на чемпионате мира. Угу. То есть 6 человек завоевают рейтинг. Да. После этого у них остается еще 3 турнира. Угу. А кто завоевает рейтинг, не борется в этих турнирах. На первом турнире первая сильнейшая шестерка не борется. Еще 3 человека завоевали рейтинг. На втором турнире уже 9 сильнейших не борется. А на последнем турнире уже не хочет завоевать рейтинг. Система сложная. Но и она не только сложная физически, да? Но и финансово для страны. Особенно если маленькие страны тяжело им так бороться. Поэтому и количество участников. Ввиду это единственный вид спорта, который так много саженов. Почти в каждую ноту в воскресенье проводится сажен. Гран-при Купки мира. Или Гран-при, Гран-при, Гран-при. Этопы Купка мира там сейчас называется Европе. Да, да. Купки Европы. И Европы проводится. Да. Понятно. Ну, я хочу пожелать вам как тренеру успехов. Чтобы вы проработали с командой до Олимпиады. И получили максимальный результат. Как по принципам дзюдо, да? Вот. А вашим спортсменам на ближайшем чемпионате Европы успехов. Чтобы они оправдали надежды тренера. Ну и получили максимальное удовольствие от дзюдо. От борьбы. Спасибо вам за вот это пожелание. Дай Бог, если у нас не будет ни на своей трудности. Есть у нас хорошие ребята. Вот эти трое. И еще один у нас получит травму в плечах. Не приехал сюда. Один еще хороший спортсмен у нас остался дома. У него проблемы со здоровьем. С глазами проблемы. Уже почти год и тренируется. Дай Бог, все будет нормально. Если все будет нормально и на своем, и со здоровьем. Потому что у спортсмен это главное здоровье. Ну, планируем завоевать путевки на Бразилию. Если будет путевки на Бразилию, то и думаю, что имедельно будет. Спасибо вам. Спасибо.